Продолжаем наше путешествие по России и сегодня мы едем в особое место, которое называется Бабушкина дача. Сколько раз мы сюда не приезжали, детям здесь всегда безумно весело. А особенно пользуются популярностью бабушкины вкусные застолья. Но как говорится, любишь покушать, люби рыбку половить. А ведь бабушка с дедушкой у нас рыбаки со стажем. Они быстро показали Мирону самые рыбные места в округе. А вот и первая пойманная рыба в жизни Мирона. Что ж, на жаркое дети быстро наловили рыбки. А что насчет гарнира? Не пойти ли нам в лес за грибами? Мирон впервые собирал грибы. Но первый блин получился не комом, а очень даже миленькой лисичкой. Вот и на гарнир насобирали. А теперь было бы неплохо набрать чистейшей родниковой воды к ужину. И как же удачно, что рядом оказались славянские ключи, которые известны своей живой водой уже несколько тысяч лет. И спьешь такой водице, и как-то веселее на душе становится. К ужину все было готово. Осталось только найти мясо или птицу. Но оказавшись на берегу озера и глядя на этих величественных лебедей, мысли возникают совсем не о еде, а о чем-то более возвышенном. Проникаешься невольным уважением к этим лебедям, которые вот уже несколько десятков лет живут на этом озере и заботливо воспитывают одно поколение детей за другим. Совсем другое дело. Утки, они жирные и сочные, точно к ужину подойдут. Проведя весь день за рыбалкой и собирательством, под конец хочется чуть-чуть отдохнуть и просто насладиться природой. Да, за такие виды на бескрайние зеленые просторы можно многое отдать. Наступил вечер, и все были готовы к долгожданному ужину. Он был особенно вкусен, учитывая то, что все продукты были или выращены, или пойманы своими руками. Перекусив с утра сушками с баранками, дети пошли знакомиться со старинными русскими обычаями. Посуда выглядит экологично и винтажно, да и куклы для девочек красивые. Но вот свистульки для мальчиков немного страшноваты. Далее наша заморская делегация отправилась на осмотр древней крепости Изборск, построенной аж в 14 веке. Монетка на счастье, чтобы чаще возвращаться к бабушке и дедушке на дачу. Древнерусские доспехи и оружие выглядят солидно, несмотря на возраст. Так и хочется их примерить. Так зачем же дело стало, не надо себя останавливать? Так, сражаешься? Изучение русской истории приносит неудержимую радость. Но надо дополнить духовное обогащение общением с живой природой. Например, с лошадками. Да, катание на лошадках на природе дает заряд бодрости на целый месяц вперед. Но что насчет знакомства с более экзотическими животными? Как насчет древней славянской игры? Докорми страуса капустой и сохрани все свои пальцы в целости. Игра завершилась успешно. Страусы остались довольны. А нам досталось яйцо, омлетом из которого можно накормить всю семью. Остаться на даче у бабушки хотелось бы подольше. И играть с ней не напролет. Но нас уже ждал поезд, и на обратном пути Миронов переизбытка впечатлений заснул. Еще бы! За эти два дня бескранняя природа, древняя история, интересные приключения и вкуснейшие угощения переплелись вместе. Спасибо бабушке и дедушке!